Всем привет, друзья! Сегодня я вам хочу рассказать об одной интересной истории, которая случилась с Литвином. Как вы знаете, есть канал Михаил Литвин, это пранкер и так далее, все такое. Но очень действительно интересная история. Этот человек поехал в Дубай, связался там с девушкой. Она занимается продажами вилл и так далее, оформлением договоров. Короче, какой-то менеджер. Так вот, какая история случилась? То, что он хотел приехать в Дубай, ему девушка помогла, оформила там виллу где-то за какие-то деньги. Но где в чем дело? В дальнейшем он с ней заключил как бы устный, наверное, договор. Почему устный? Потому поймете. Он договорился с ней то, что ей с помощью нее будут оформлять виллу. То есть он хочет ее застроить, там не помню какая точно сумма, но сам факт. Он какую-то первый час внес, сделал взнос, потом через своего менеджера он перечислял ей деньги. И как бы в дальнейшем ситуация развивается. Есть вот эти вот два видеоролика, первый и второй, которые вы сейчас можете увидеть. И как бы какие развивались события. Он там купил машину, она предложила ему оставить ее у себя на стоянке, чтобы было где хранить и так далее, и так далее. Он ее оставил, потом он там с ней списывался. Она там предлагала эту машину продать по каким-то таким причинам. Но он отказывался, говорит, нет, я хочу эту машину себе перевезти обратно в Москву. Ну и там начались какие-то заминки. Там где моя машина, скинуть фотку. Фотку скинули, но по фотке было видно, что это не его автомобиль, у него кабриолет, а там чуть старее версия была. Поэтому, что происходило? Он начал с ней списываться, созваниваться, показать машину, поскольку, поскольку у него в Дубае есть какие-то знакомые. И в этой истории видно то, что она морозится, не может ничего предъявить и так далее, и так далее. Поэтому вывод каков? Он приезжает в Дубае, засылает ранее уже заведомо человека, чтобы встретиться с этой Евелиной и сделать какие-то предосмотры этого автомобиля. Но она морозится. Сам Литвин приезжает, застает ее с камерами. Опять же, в отеле, когда встречался его друг или адвокат, точно не помню, но сам факт. Она говорит, да, да, я покажу, машина в порту, но знакомые люди говорят, она не может стоять в порту, пока она есть на регистрации. Она счастливается якобы за ним, но она является владелицей якобы этого автомобиля. По факту, владелец по бумагам это она, оформленная на нее же, не Литвин. То есть, он ее купил, но по факту. Что происходит в этот момент разговора? То, что она говорит, ну как бы ты там со мной заключил договор, но деньги там не отправлял, там достаточную сумму, чтобы дальше якобы оформлять виллу. Вот. И, короче, начала якобы путем шантажа. Она этого не признала в видео и говорит, что менеджер его же, Литвина, отправляла деньги, где эти деньги она не делала взнос, так как Литвин приехал, сразу же обратился в эту компанию. У нас не было оплаты за дом. Так. Так. И потому, что у нас не было оплаты, мы окончили договоры. Как что с машиной? Машина нет. В хорошем состоянии. Меньше чем 3500 километров, как я оставляю. Где она еще находится? На порту. Что за пор? На порту, где отправили в ОМАР и потом на порту. Вот. Эти средства не поступили. То есть, она пыталась развести всячески Литвина. По факту. То есть, версия того, что я вижу. Либо это просто постаново все, либо же действительно это все происходит за этой девушкой. Кто-то стоит, он забирает этот автомобиль, там, за услуги или, не знаю, там, разводником занимается. Зачем нам перевозчик? Мы можем машину сами спрятать. Я могу сейчас приехать к тебе и купить машину. Нет, сейчас нет. Вместе с тем, что вы можете купить машину. Где? Где? Где машина? Вместе с хозяевом. Но хозяев здесь. Бребен, я тебе сказал, что я не могу объяснить ничего для тебя, потому что я сказал, что еще один день ждать, но ты не скажешь, что нет, нет, нет. Да вообще, бабки. Вы можете ждать один день, я уверен, что мы не можем, потому что вчера она нам предложила сегодня, да? Узнав, что я не скажу, что на вечер билеты, я... Моросит, что я... Но, ребята, уходите сегодня вечером. Это твой брат. Если вы хотите играть и бросать ее, мы можем просто это сделать. Но она сказала, что она позвонила в полицию, вы должны ждать еще один день. Но она позвонила вчера, да? И она подписала на уважение. Скажи, что ты тише говорил, он дал ей слово. Можешь говорить немного слабо, да? Я могу говорить немного слабо. Ты знаешь, я локал. Если ты делаешь что-то с ней, то в следующий раз я пойду в полицию, потому что я ведусь, что ты делаешь с этой девушкой. Но что мы делаем с этой девушкой? Она говорит нам, что она дает машину сегодня, да? Пускайдясь, Эллина. Пускайдясь, Эллина. Ты делаешь видео с ней, ты играешь с людьми, это не право. Вы можете дать ей телефон, пожалуйста? Причем здесь видео. Дай мне, Эллина. Ну и она ту часть суммы забрала, которую менеджер отправлял этой же Шевелине. И теперь непонятно, где эти деньги вообще. Ну, сам факт. Литвин запишел в последнем видео то, что он не знает после Нового года, будет ли записывать, не будет. Я думаю, будет записывать это видео. В конечном итоге получается ситуация такова. Он без машины, без денег, свалил со страны. Она написала на него заявление. Он откликнулся дважды. Она не приехала навстречу. И после того, как он уже уезжал, она была вне зоны доступа. Я думаю, она не покидала страну. Она сама с Молдовией, по-моему. И я думаю, оно все там так же работает. И никаких, в принципе, претензий нет. Все там знакомые. Поэтому, что вы думаете вообще по этому поводу? Если хотите более подробный видеоролик, я могу его записать. Мы можем сделать подробный обзор. Больше подробностей, больше нюансов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok